Мы вместе неравнодушные муравленковцы собрали более 600 килограммов гуманитарной помощи для военнослужащих. Устранили условный разлив топлива. Ямал Комненерго провел ежегодное учение. Лучшие представители своих профессий, юные таланты и активисты муравленковцам вручили награды. Неравнодушные муравленковцы продолжают собирать гуманитарную помощь для военнослужащих в рамках акции «Мы вместе». Вскоре ее отправят в воинские части. Доставку грузов обеспечат МЧС и Минобороны. Сегодня муравленковцы в едином строю со всей страной. Более 600 килограммов гуманитарной помощи собрали в городе за считанные дни. Она в прямом смысле слова на вес золота, поскольку очень необходима землякам. Которые сейчас на передовой. Здравствуйте. В коробках, которые доставляют в пункт сбора партии «Единая Россия» на Губкино-32 все самое нужное бойцам. Это теплые вещи, медикаменты, средства гигиены, строительные инструменты, продукты питания и обязательно письма для поднятия боевого духа. Здесь и партийцы, и те, кто, собственно, не имеет отношения к партийной деятельности, но просто все жители города, организации, предприятия, все, кто хочет принять участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Все могут принести сюда, в общем, все, что по силам. Поэтому кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то приобретает необходимое оборудование. Все то, что поможет нам вместе ковать победу. Одними из первых к сбору гуманитарной помощи подключилась общественная организация «Женщины Муравленко». Сыновья двух ее участниц были призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас находятся в учебной части в Тюмени. Для защитников родины женщины закупили продукты первой необходимости, средства гигиены и теплую одежду. Наша общественная организация, как и все жители нашей страны, Ямала, нашего города, присоединилась к акции «Мы вместе». И мы надеемся, что те товары, которые мы передаем сейчас нашим защитникам, им пригодятся и помогут вселить у них уверенность в том, что они не брошены. Что мы о них помним, что мы о них молимся, переживаем. И от всей души желаем им с победой поскорее вернуться домой. Здоровыми, сильными, мужественными. Сейчас важно не оставаться в стороне, говорят все, кто приходит сюда в эти дни. Помочь нашим защитникам готовы многие. Муравленковцы приносят помощь самостоятельно с коллегами и товарищами, а то и целыми семьями. Вот мужчины. Привезли для участников СВО электрическую бензопилу и комплектующие к ней. А еще бинокли, светодиодные фонари, прожекторы и прицел ночного видения. Написали даже письмо землякам, защитникам родных рубежей. Ребята наши дорогие, возвращайтесь домой живыми и здоровыми. С победой. За справедливую, социальную, единую, непобедимую Россию. За отчизну. Мы с вами. Мы вместе. Принять участие в акции «Мы вместе» могут все желающие. Пункт сбора гуманитарной помощи располагается в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу улица Губкина, дом 32. Анастасия Попова, Антон Иванов. Новости Муравленко. В администрации города чествовали муравленковцев у достойных грантов губернатора Ямала. Сертификаты в различных номинациях вручила глава города Елена Молдаван. Это сегодня Решат Шангалиев занимается с лицеистами внеурочной деятельностью. А еще недавно трудился в одной из школ Астрахани. Отработав пять лет, задумался о переезде. На резюме молодого квалифицированного педагога откликнулся муравленковский многопрофильный лицей. Инициативный преподаватель подтвердил свой профессионализм, став победителем регионального конкурса соискателей грантов губернатора в номинации «Новый учитель Ямала». На средства гранта Решат Шангалиев планирует организовать на базе лицея патриотический клуб. Для того, чтобы именно подросткам привить военно-патриотическое воспитание, то есть развить именно чувство патриотизма, необходимо именно создание данного клуба, чтобы объединить всех кадетов города Муравленко. Еще один грантополучатель в сфере образования – Гузелькин Дзебулатова. Она победитель окружного конкурса в номинации «Я – педагог колледжа Ямала». Получив высшее педагогическое образование в Башкортостане, решила реализовать свой профессиональный потенциал на севере. С начала нового учебного года Гузель обучает экономическим дисциплинам студентов многопрофильного колледжа. Проект, который молодой преподаватель будет реализовывать в рамках губернаторского гранта, касается сферы закупок. Мы будем закупать тренажер для того, чтобы студенты непосредственно имели опыт размещения закупок, могли участвовать в них. У них формировались практические навыки. Также будет закуплен курс для работы в системе дистанционного образования. Очередной наградой пополнилась копилка достижений юной домристки Карины Мустафиной. Под руководством преподавателя детской музыкальной школы Светланы Мамчург, Карина не единожды подтверждала свой талант победами в различных творческих конкурсах. Она – обладатель стипендий губернатора Ямала, а теперь и гранта за высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства. Это было неожиданно. Я узнала об этом три дня назад, увидела в ВКонтакте. Меня все поздравили, даже в школе. Заслуженных наград вновь удостоены лучшие представители своих профессий – активисты. На церемонии награждения глава города Елена Молдован вручила жителям не только сертификаты на гранты, но и знаки отличия комплекса ГТО, благодарственные письма за достижения в сфере гражданской защиты и пожарной безопасности. А также выразила слова благодарности за созидание и вклад в развитие города. Анна Мария, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. На центральной котельной произошел большой разлив нефти. По такой легенде, в муравленковском филиале «Ямалкомнэнерго» провели ежегодное учение. Устранили разлив и последствия аварии специалисты аварийно-спасательного формирования. Разлив нефтепродуктов даже объемом в несколько кубометров может нанести непоправимый ущерб окружающей среде. А при разгерметизации резервуаров в тысячу кубометров, да еще на территории города, это настоящая катастрофа, к счастью, вымышленная. По такому сценарию городской филиал «Ямалкомнэнерго» проводит ежегодное учение. Здесь, соответственно, в этой тренировке мы отрабатывали действия наихудшей ситуации, когда в случае нарушения целостности резервуара произошло и нарушение целостности обвалования. Действия по устранению нефтяного разлива коммунальщики всегда отрабатывают совместно с бойцами аварийно-спасательного формирования Муравленковского гарнизона пожарной охраны. Огнеборцы разворачивают оборудование для сбора нефтепродуктов. Это специальные емкости и вакуумные установки. Мощность одной из них составляет 10 кубометров в час. Поэтому справиться с аварией сегодняшнего масштаба и собрать разлившуюся на землю тысячу тонн нефти можно всего за 30 минут. Поступило вводное, что произошла раздуматизация РВС с полным вытеканием нефти за пределы обвалования. Мы прибыли по тревоге с составом аварийно-спасательного формирования, произвели разведку зоны ЧАЭС, затем произвели локализацию нефти, чтобы не пошло дальнейшее распространение, не было угрозы в распространении дальнейшее. Нефть как резервный источник топлива хранится на территории Котельной в огромных резервуарах. Первостепенная задача участников учений – оперативно устранить разлив. И хотя вероятность возникновения подобной реальной аварии здесь невелика, практические учения – залог слаженной работы в случае реального ЧП. Учения необходимо проводить в качестве тренировки, отработки навыков, потому что если не будешь готовиться, будет утрата и навыков. И отработки действий по ликвидации. Поэтому это необходимо. На месте учений руководство городского филиала «Ямалкоммунэнерго» противопожарной службы управления по делам ГОЧС городской администрации – все действия участников руководители разберут и оценят. Предварительно все службы отработали удовлетворительно. С поставленной задачей справились быстро и слаженно. Юлия Лучникова, Олег Кожина, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Дошкольники города собрались на фестивале «Здоровье». Его провели на территории детского сада «Сказка», спортивную площадку которого оборудовали новым инвентарем, закупленным на средства гранта, выигранного в конкурсе «Сибура». Веселый и зрелищный спортивный праздник, приуроченный ко дню отца, собрал команды всех детских садов города. На обновленной территории детского сада «Сказка» встретились дошколята и их любящие папы. Кто спортом занимается, здоров и улыбается. Улыбка помогает побеждать. Теплая осень в этом году позволила провести городской фестиваль «Дружная здоровая семья» на свежем воздухе. Тандемам отцов и детей предстояло проявить ловкость и находчивость в спортивной эстафете. Мамы, бабушки и воспитатели восторженно поддерживали участников. В этом году детский праздник организовали на средства гранта. Проект победил в программе социальных инвестиций «Формула хороших дел Сибура». Выигранный грант детский сад «Сказка» потратил на приобретение игрового инвентаря. Благодаря инновационному оборудованию праздник получился ярким и безопасным. У нас появилась на территории детского сада спортивная площадка, а для спортивной площадки в рамках этого грантового проекта мы купили на полтора миллиона спортивное, яркое, инновационное, безопасное оборудование для детей, для взрослых, для проведения семейных мероприятий. Фестиваль «Здоровье» в очередной раз сплотил муравленковцев. А командные аттракционы, забег в ведрах, рыбалка, сумо-футбол, бомбардиры, лошадиные скачки, приобретенные на средства гранта, подарили детям и взрослым массу положительных эмоций и хорошего настроения. Такие мероприятия нужно проводить, наверное, каждый год. И не только для пап, но и для мам. Все здорово было. Развеялись, поболели за отцов, за детей. Вообще классно. Весело было? Особенно мамам болеть. Весело было, как они участвуют в этом всем. Очень веселое, позитивное мероприятие. Главное, деткам понравилось и нам, взрослым. Веселые эстафетки. Очень интересно было поучаствовать. Периодически, конечно, хочется, чтобы проголосился такой праздник. И детям весело, и нам тоже. Подобные праздники, спортивные не только с участием всех дошкольников города, планируются сделать сказки традиционными. Ведь в первом фестивале на новой площадке удалось задействовать далеко не весь игровой инвентарь, приобретенный учреждением после победы в грантовом конкурсе. Дарья Тюменцева, Юлия Сидарюк, Сергей Лукович. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше новостей на нашем сайте. Муравленко, 24.ру